друзья привет всем из колорадо солнечного попросили меня в одном из видео покатать больше дэнвера вот в общем дэнвер весь весь пробка стоит все сюда едут и и все все в пробках а короче говоря сегодня буду рассказывать о получении своей второй green card и сейчас мне ее уже прислали поэтому несколько проще такую обобщенную картиночку составить и поделюсь том числе своими ошибками что надо было мне иначе сделать изначально чтобы ее быстрее получить и так далее опять повторюсь что сегодня буду говорить только о получении второй green card у меня уже была первая проходил срок ее как срок годности да то есть она как говорят срок годности да наверное так и говорят а срок годности проходил ее в общем и мне надо было на вторую подавать это был еще аж сейчас расскажу когда в прошлом не в прошлом даже в позапрошлом году короче 2 года 2 года что ли я получается ждала да наверное два года что-то вообще запуталась собралась рассказывать короче говоря срок моей green card и истек в 2015 получается что год назад а в 2015 году в декабре а он подходил к своему концу первая грин карту на 2 года которая была и собственно мы что и сделали мы решили ну соответственно подать на вторую да чтобы чтобы у меня была вторая green card так получилось что мы в сентябре переехали в денвер в прошлом году а в 2000 каком получается в 2015 а в декабре у меня срок моей карты он умер ну короче все заканчивался в общем говоря мы подали на новую карту и мы решили что мы в этот раз уже не будем адвоката нанимать потому что мы поняли что в принципе все что адвокат делает он просто бумажки за вас заполняет бумажки мы и сами можем заполнить то есть там ничего не нужно до такого на самом деле оригинального и не надо быть семи там пяди во лбу чтобы заполнить эти формы просто внимательно все там цифры везде вписывать и все и больше вам ничего собственно говоря не нужно в общем и адвоката решили не нанимать единственное что конечно надо было нам это получше посмотреть да какую нам именно форму заполнять я нашла форму на заполнение для получения повторной грин карты ну я думаю все типа здорово я как бы сейчас ее заполню и отправлю в общем заполнили эту форму потом нам через какое-то время пришло причем там такая еще фишка была пока не забыла что когда вас грин карты заканчиваются когда я по крайней мере в прошлом году это делала надо было подавать за полгода до истечения срока вашей грин карты мне кажется стали то ли от трех до шести месяцев вот в этот до срока завершения истечения годности вашей грин карты мы тогда еще жили в кентукки и получается мы в кентукки подали мы поехали сделали а мы подали документы потом мне пришла бумажка приглашающая меня на отпечатки пальцев и на фотографию когда она это приглашать там никаких интервью нет это просто как бы посредническое такое агентство которое нанято государством которое вот принимает вот эти вот отпечатки пальцев и фотографии ваши дела собственно мы съездили а сделали сделали эту штуку и все сидим ждем и тут нам уже время переезжать в колорадо мне не ответа не привета ничего нету а можно отслеживать отслеживать статус вашей грин карты в интернете то есть вы заходите на сайт миграционной службы вводите номер вашего вашей как там здесь называют application то есть вашей ситуации до вашего случая вашего документа и и который который подтверждает что вы подали да там на эту форму и вы смотрите свой свой статус когда я захотела смотреть свой статус мне меня все было написано что а мы мы в общем это отправили вам направление на отпечатки и фотографию хотя я уже отпечатки фотографию сделала да уже даже несколько месяцев после этого то же самое было но что еще важно когда вы конечно что еще важно когда вы переезжаете вы каждый раз должны миграционной службе об этом сообщать такой закон да я переезжаю вообще постоянно такое ощущение за три года у меня столько тут мест жительства было в техасе мой раз опять переезжали потом в культуре я приехала в колорадо короче вечно куда-то это переезжаю у меня постоянно неразбериха получается они там не успевают что-нибудь мне куда-нибудь не на тот адрес отправят на мой старый или еще как ерунда произойдет короче через всех рудья когда я обычно прохожу со своими переездами ну да ладно в общем мы переехали в колорадо я смотрю случай свой и у меня все время мне пишут что у меня отпечатки пальцев сданы а точнее отпечатки меня пригласили на отпечатки пальцев это уже сто пятьдесят лет после этого прошло я думаю ну ладно и короче говоря я устраивалась на работу так получилось что меня наняли в ноябре но наш проект он начинался в январе то есть нас открывали новый отдел в компании в которой я сейчас работаю и вся эта история началась в январе а как бы приняли меня в ноябре мне просто надо было еще там ждать до конец ноября был мне надо было там больше месяца ждать если бы я хотела ну вот я как бы так и сделала я думаю блины чем не делать у меня грин карта то как бы истекает конечно же я на работе этого не сказала потому что мне прислали просто официальное приглашение надо было подписать а сбор документов был в январе я как бы нас там вводные вводные инструктаж было все такое я думаю блин чё делать я начала паниковать потому что грин карты у меня нету одна грин карта у меня прошла друга еще как бы не началась я знаю что я нахожусь так называемым adjustment статус статус ожидания когда вы подали документы на грин карту вы еще ее не получили но вам главное по сути страну как бы не покидать и просто сидеть и ждать в этот момент вы находитесь период ожидания у вас статус такой легальный да но в то же время как бы вам важно там из страны не уезжать и так далее там подобное но я думаю ну период ожидания а что я могу работать или не могу потому что фактически то грин карты то она у меня уже просрочилась думаю блин чё мне делать короче я нашла способ надо было съездить в иммиграционную службу местную да по месту жительства и в общем можно было назначить встречу там дать им номер вашего случая и так далее и тому подобное и короче они должны были какой-то там штамп поставить я думаю чудненько в общем я назначила я назначила себе интервью причем интервью как-то там чуть ли не за месяц назначается или за три недели вперед как-то так очень было я думаю блин ну ладно конечно у меня муж как всегда работал когда мне что-то сделал надо либо там водительское удостоверение получить либо там какие-то свои документы миграционном я всегда муж работает поэтому мне особо тут рассчитывать некуда в общем я поехал в эту миграционную службу приехала я туда и тут так спорят на меня а чё это вы почему-то в эту форму подали я говорю ну как почему я говорю мне типа скрин карта закончился еще на него смотрю как на идиота потому что я подала форму на получение новой грин карты закончился мальчик и новая нужна вот я как бы подала я говорю так переживала мне вот на работу надо выходить а у меня типа грин карта просроченная я уже там полгода 7 месяцев назад подала я статусов и не могу проверить ничего короче не знаю звоню мне говорят ждите и и короче короче оказалось дело в том что если вы получаете грин карту когда вы выходите замуж или женитесь на гражданине или гражданке америки тогда когда вы получаете повторную грин карту вам нужно другую форму заполнять она как-то называется сейчас вспомнить бы еще в общем суть там что-то такое с розы что-то вот какая-то такая форма короче да абсолютно другая форма а надо еще добавить что когда вы эти формы заполняете я думаю мы не будем адвоката нанимать я там да адвокат обычно ну 1000 долларов 1500 он за свои услуги зачитает хотя все что он делал просто бумажки заполняет и я думаю что мне адвокату надо платить потом мне еще за саму форму долларов 450 платить я сама заполню короче говоря оказалось что мы не ту форму заполнили и надо было другую забавить что меня удивило то что меня пригласили на отпечатки пальцев на фотографию денежки мои неблагополучненько взяли или 450 долларов да но как бы мне несколько не прислали домой вы знаете вы не ту форму заполнили то есть я все это время потеряла ждала ответа а в итоге а в итоге как бы да мне ничего там никто отвечать даже не собирался в общем этот дядечка в иммиграционной службе он мне поставил штамп для работы и говорит вот если вам нужно будет там из страны уехать в течение трех месяцев вот как бы по этому штампу вы сможете уехать вы сможете работать и говорит вообще что теперь случится вам пришлют отказ вам нужно срочно подавать на новую форму которую вам изначально надо было подать выгод уже как бы позади всех своих сроков которые выдал сроки в которые вы должны были подать вы теперь уже позади ведь но у вас горит есть как бы уважительная причина то что вы не знали да это что вы не ту форму заполнили вы просто как бы обязательно это в причине укажите и прикрепите все эти документы короче говоря мы переехали в денвер у меня муж работает один мы горячей приехали попала в аварию нашу машину всмятку разбомбила единственную машину которую мы с собой привезли у нас одну машину продали перед отъездом и вот вторая была у нас был nissan и короче после моей аварии он все он уже как бы не подлежала дозапновления страховка там две копейки нам заплатила на эти две копейки уже ничего купить нельзя было и короче говоря мы только купили машину до чтобы нам как-то передвигаться и муж у меня работает один у меня тогда еще работы не было и тут мне надо опять на новую форму подавать это там опять долларов 500 платить за эту форму и работа у меня там только с января да будет ну ладно короче говоря что мы сделали мы подали на ту форму на которую мы должны были указали уважительную причину что вот мы типа изначально не ту форму подали и как бы как бы вот эта причина пожалуйста пожалуйста дайте нам другую грин карту но что хорошо то что у меня нет наверное никаких криминальных до этих то есть я нигде не числюсь я никаких проблем законам нету фу-фу-фу да то есть меня можно проверять сколько хотите мы сможем действительно вместе живем и у нас счета банковские все одинаковые кредитки у нас один счет да просто как бы вам у нас физически две карты там одна на одно его имя на одной моё а вот этот вот весь общак да откуда деньги берутся он как бы у нас общий да его зарплата приходит моя зарплата и мы оттуда все тратим как бы тоже вместе короче говоря в этом плане нам легко в принципе доказать что мы вместе живем на самом деле в общем подали мы документы и потом через какое-то время мне приходит приходит письмо подать прийти на отпечатки в то же время мне приходит письмо говорят что мы вам отказываем в подав грин карте потому что вы типа не ту форму подали я такая ну окей думаю как бы я не ту форму подала но я уже ведру и ту которую надо подала меня уже надо печатки вызывать короче все это заняло достаточно много времени да но в принципе с другой стороны если так смотреть как бы у меня карта в прошлом в прошлом году в декабре получается из стекла и вот сейчас мне там пару недель назад мне уже новые прислали да и конечно надо просто было наверное я не ожидала что будет какая-то другая форма если ты там за кого-то замуж вышел или женился на ком-то что даже грин карта по сути ну вообще ладно все равно даже если мы наняли адвоката все равно мы больше денег потратили на адвоката даже с учетом того что я считаете за свою грин карту два раза заплатила в общем как все прошло я по сходе съездил на отпечатки съездила я сделала меня сфотографировали потом мы опять переехали я поменяла свой адрес а вот в этой системе да и потом через какое-то время мне приходит письмо с пометкой там срочно 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 а я вижу что письмо там уже две недели три недели оно пришло на старый адрес хорошо что в америке пересылают на почте если вы приезжаете куда-то я кстати так заказывала пару раз случайно заказала на старый адрес потому что у меня в профиле был старый адрес а потом мне не туда прислали и я грубли на мне типа ничего не приходит они мне говорят но у вас там адрес не тот я говорю ой вы же не на тот тип адрес послали и короче мне получается а потом мне еще с кентукки обратно прислали с почты короче в общем говоря суть в том что не умею я коротко говорить в том что в америке на почте адреса важно знать когда вы переезжаете если вы меняете свои адреса до через компьютеры то короче говоря потом ваши старые письма даже со старого адреса придут на новый в общем прислали мне кучу бумажек из иммиграционной службы типа мы хотим это как бы там определенные доказательства надо было нашего брака что мы в добрых добрых отношениях как-то так в английском не смешно называют короче что у нас не эффективный брак ну вот и с первым письмом когда мы первую форму отправили мы отправили там кучу фоток наших со вторым письмом вот которые они уже попросили они прислали прислать такой конвертик маленький и присылают целую кучу документов которые они примут это типа ваша договор о лизинге да договор об аренде потом ваши там банковские счета показать что за одном имени показать что у вас там у меня нам уже электричество нам не интернет но все прокляплено к тому тому же адресу да физическому ну короче куча куча бумажек всяких в общем отправила я это письмо насувала еле-еле в этот конверт все эти бумажки и документы все же эти договора не ждал всющие а конвертик обычно знаете на нем прям написан адрес какие-то там пометочки и в общем надо именно только в этом конверте отправлять документы насколько я поняла в общем я его отправила мы там нафигачили извините за мой французский куча марок и в итоге говоря чего так в этой полосе медленно еду я вот не знаю и в итоге говоря нам нам потом через какое-то время конвертообразный приходит наш почтовый ящик потому что там марок недостаточно мне всего лишь не хватило одной марочки потом я пошла на почту я его еще раз отправила и вот я его отправила получается у меня еще родители здесь были это было например месяц назад буквально через две-три недели после того как я это отправила мне у меня пришла гринкарта мне что-то я еду домой и мне короче муж присылает фотку моей гринкарты на 10 лет так что вот так собственно главное да что стоит вылезти из моего урока это то что то что надо просто знать какую форму заполняете 1 1 форма когда вы гринкарту выиграли другая форма когда вы вышли замуж или поженились таким образом гринкарту получили ну и соответственно мы лично посылали банковские банковские наши счета совместные наш договор о лизане и мужа счет за электроэнергию мой счет на интернет который был прикреплен к одному адресу им отправила еще документ который подтверждает что я поменяла адрес в их системе чтобы они не думали что я их там игнору и все нас не вызвали ни на какое интервью хотя я знаю многих вызывают и что еще важно сказать когда я вот уже на эту правильную 2 форма подала мне прислали бумажку которая по-моему на полгода и она вам позволяет путешествовать то есть главное эту бумажку с собой взять то есть пока вы ждете своей второй гринкарты у вас есть такая бумажка которая позволяет вам за пределы страны выезжать если вам у вас на конях необходимость есть ну и даже ей не довелось воспользоваться вот собственно и все главное короче внимательно смотреть какие документы вы заполняете адвокаты мне кажется вообще не нужны просто это реально выброс денег потому что все во все что вам нужно заполнить бумажки больше вам ничего не нужно вот так друзья такая вот история у меня больше на самом деле особо рассказывать нечего что-то болтала болтала уже видите 17 минут ну вот и все сейчас я не знаю может выйти в горы я смогу вам показать если кто-то еще не видел смотрите не видно тут ничего конечно же видите вот там горы такие красивые-красивые вот такая вот красота еду прям иногда знаете первое время ездила дому как красиво как красиво а сейчас уже настолько к этому ко всему привыкла к этим горам горы солнце 300 дней короче вообще уже пофиг на самом деле так устаешь что уже ничего не в радость вот и все хорошего всем дня отличного настроения и до встречи в новых видео пока пока